Это поэт удивительной и трагической судьбы. Многие годы его имя было под запретом. Из его творческого наследия много было утрачено, а сохранившийся говорит о его самобытном, его многогранном таланте. Макжан Жумабаев – один из основателей новой казахской литературы. Он отличался особым умением выражать свои мысли точно и многогранно. Сегодня в честь 130-летия казахстанского поэта в школе-гимназии имени Батырбаяна города Булаева проходит яркое мероприятие. Для гостей организовали выставку, где рассказывается о жизненном и творческом пути поэта. Его стихи, документы, фотографии и личные вещи. На выставке представлено блюдо из китайского фарфора, принадлежало семье Жумабаевых, находится в фондах нашего историко-кроведческого музея. Также представлена пиала, которую Макжан Жумабаев подарил своей снохе Бибизаиб. Музею передал эту пиалу сын Бибизаиб – Тазбалат Бекенов. Есть здесь самовар и две конфетницы, что когда-то принадлежали отцу Макжана – Бекену Жумабаеву. Также можно увидеть портрет из риса и различные сборники. Это выставка переносная. Увидят ее во всех районах. Свой старт взяла на родине казахстанского публициста. Следующая ее остановка – Мамлюцкий район. Сегодня в честь известного земляка в школе-гимназии также проходит областной конкурс топонимов под названием «Печать Макжана». Участие приняли 27 юношей и девушек из 8 районов области. До встречи в 1981 году, но свидеться не пришлось. Страшное горе постигло родители Дмитрия, когда в отчий дом перезли тело погибшего сына. Хоронили его со всеми воинскими почестями. Духовой оркестр играл похоронный марш. Айлана Баймуханова подготовила презентацию под названием «История моего села. Герой моей улицы». Рассказала девушка о герое-интернационалисте Дмитрии Лишенко. Во время войны в Афганистане он героически погиб, спасая командира своего отряда. На родине героя, селе Надежки района Макжана Жумабаева, названа улица в его честь. В подобных конкурсах я еще не участвовала. Это мой первый раз. Я решила участвовать в проекте, потому что я горжусь героем нашего села. Дмитрий Лишенко, который служил в Афганистане. Родился в 1961 году. Информацию о Дмитрии Лишенко я брала в архиве. Опрашивала одноклассницу Дмитрия Лишенко, сестру и жительницу, которая жила с ним на одной улице. На выступление ребятам дают 7 минут. Смотрят на уверенность изложения, наполненность содержания. Выбрали тему краеведения. К слову, не просто так. Тема нынешнего года – топонимы. Это исследуем колки, леса, деревни, озера, улицы. В честь, кого они названы. К сожалению, с уходом старшего поколения у нас уменьшается пласт знаний о нашей истории, именно родного края. Многие знают, как называется этот лес, и даже не знают, почему. И чтобы хотя бы оставшуюся сумму знаний саккумулировать и где-то сохранить на электронной платформе, мы проводим вот такой конкурс уже во второй раз. Ребята, которые защитят свою работу наилучшим образом, получат денежные призы, а также награды в шести номинациях.